Друзья, всем привет! Сегодня прекрасный воскресный день и к нам приехал новый Lexus AS300 в комплектации Executive. Давайте с самого начала я вам дам вводные данные, так сказать. Друзья, в сети у кого, знаешь, по венам бежит гной вместо крови, просто сядьте сейчас и успокойтесь. Значит, рассказываю. У человека до этого была Mazda 3 2014 года выпуска. Он приезжает в салон Lexus, сдает ее по трейдину и ему дают оценку за автомобиль 650 тысяч рублей. При этом дополнительно дают скидку плюс 50 тысяч рублей. Считаем все вместе. Он изначально хотел самую простую комплектацию, которая на нашем рынке стоит 2 миллиона 300 тысяч рублей. Вот эта комплектация называется Executive, она стоит 2 миллиона 650 тысяч рублей. И что вы думаете? Дилер ему делает интересное предложение, на основании которого он готов был отдать человеку автомобиль за 2 миллиона 296 тысяч рублей. То есть прямая скидка 350 тысяч рублей. При условии того, что он сдает автомобиль в трейдин, раз, доносит наличкой, два, и делает каска. Парень молодой, ему 24 года, ну просто представь себе, да, тебе 24 года и ты катаешься на таком новеньком японце. Естественно, помог отец, поэтому здесь никто ничего не скрывает. Сами понимаете, круто, когда есть такая возможность детям помогать. Доносят наличкой, и они говорят, нам нужно обязательно, чтобы вы у нас сделали страхование по каске. Посчитали на парня, ему там вышли бешеные суммы, сделали страховку на отца полную с франшизой. Она обошлась в 110 тысяч рублей. И вот давайте посмотрим с вами, что мы получаем за эти деньги. 2 миллиона 650 тысяч, при этом автомобиль отдали со скидкой 350 тысяч рублей. Прямо сейчас на все детально с вами посмотрим. Погнали. Значит, в 2018 году к нам приехал этот автомобиль, а если быть точным, где-то в середине лета первые партии пришли к нам в Россию. Партии приходят реально ограниченным количеством, то есть на Москву привезли, ну допустим, там 100-150 автомобилей. Каждому дилеру достается по 10-15 автомобилей, то есть машин действительно очень мало. И как владелец этого автомобиля потенциально еще ездил, искал где покупать, скидки назначали 20 тысяч рублей. Ну серьезно, приезжает, говорит, там трейдин наличка, он говорит, ну за трейдин скинем, плюс от себя там, ну тысяч 20 скинем. И я тоже удивился, когда узнал, что такую бешеную скидку ему дали. Сразу забегая наперед, машина чистая, все нормально, не битая, не крашеная, все серьезно, ну хорошо с машиной. Вот давайте посмотрим с вами на автомобиль. Как вы помните, год назад мы покупали Lexus AS250 моим друзьям. Вот сейчас я смотрю на автомобиль, думаю, ну что изменилось. Вот по внешнему виду сразу, естественно, в глаза бросаются фары, немножко изменена морда, точно так же с задними фонарями. Но в целом, когда ты смотришь на этот автомобиль, то все тот же самый Lexus. Кто-то говорит, что машина уродливая, другие говорят, что это вообще реально бомба по дизайну. Вот на мой взгляд, тачка, ну серьезно, симпатичная. Были ситуации, когда люди придирались вот к этим омывайкам. Но с другой стороны, друзья, ну посмотришь на них, все выглядит круто. Есть комплектация повыше, она будет называться F-Sport. Там совсем другая морда, там совсем другой интерьер автомобиля. Значит, давайте посмотрим, что нас встречает под капотом. Потому что, скажем так, самые глобальные изменения как раз скрываются именно там. Как вы помните, раньше стоял V6 на 2,5 литра и обычный автомат, шестиступенчатый. Теперь стоит у нас двухлитровый двигатель с турбиной и с восьмиступенчатым автоматом. Это тот самый автомат, который сейчас ставится на новую Camry 3.5. Вот этот мотор начали ставить на Lexus NX и на Lexus RX. Вот самый ранний, кто приехал к нам в Россию, это был вроде как Lexus NX, да, вот с этим мотором. Естественно, читая отзывы за этот мотор, а именно за турбинку, я нашел. Нашел то, что уже жалобы есть и жалоб много именно на турбину. Турбина здесь, скажем так, сыроватая, либо можно прямо сказать, что херовенькая. Как это происходит? Люди покупают машины, говорят, ну я купил себе тачку, я люблю погоняться. Соответственно, я еду по МКАДу, я даю педаль в пол. И происходили такие моменты, когда раз в пол, два в пол, семь, восемь, и на девятый раз херакс, вылетает ошибка, обороты падают. Человек занимает крайний правый ряд, останавливается, глушит машину, покурил, завел, все нормально. Раз в пол, два в пол, опять проблема. И этот человек, Lexus NX, владелец, он даже вел дневник на драйве. Я все читал, там, наверное, очень много народу у него было, которые, знаешь, ждали развития событий. Он рассказывал то, что раз, приехал к дилеру, два, три, и не могли понять, в чем ошибка. Потому что, как обычно, у нас делают диагностику, все классно, у тебя все работает, ты что, дурак, на что ты жалуешься, это же Lexus. Но по факту проблема есть. И доказать ее дилеру, это, опять же, нужно выехать на МКАД и разгоняться, топить, топить. Но в итоге, все доказал, увидели, выяснилось, что проблема была с турбиной. В чем именно, не помню, но как вы знаете, то, что дилеры у нас ничего не делают, то есть нет такого, что ремонт, они полностью сразу меняют. Значит, что мы получаем, 2 литра, 245 лошадиных сил, 350 крутящий момент, 8-ступенчатый автомат. Разгон у этого автомобиля до первой сотни ровно 7 секунд. При этом вес машины тонну 680, задний привод и 135 миллиметров дорожного просвета. И даже не забегая вперед, я именно это хочу назвать как главный минус этого автомобиля. Если летом ты катаешься, передвигаешься, ну реально кайф, развесовка здесь очень хорошая, 52 на 48, то есть машина на дороге очень хорошо стоит. Но стоит зимой посмотреть на него, вот в России, даже в Москве, вот парень, да, молодой, он говорит, блин, я не знаю, как на ней ездить. То есть поначалу первый раз заднеприводный автомобиль такой низкий, да и многие на это обращают внимание, что все вроде бы классно. Настоящий японец, сборка японская, привезли в Россию, гарантия хорошая на автомобиль, вообще в целом на автомобиль нареканий очень мало. Вот раньше, да, 2,5 литра двигатель стал, вообще проблем не было. Ну то есть такого там, знаешь, рассказать о том, что какие-то косяки с машиной, ну нету нифига. И отзывы у владельцев всегда сводились к тому, что машина низкая и не хватает ей полного привода. То же самое и здесь. Естественно, ты можешь очень полный турбовый автомобиль, то есть потенциал-то есть, но с другой стороны 2 литра, 245 сил, 350 крутящего, ну уже как бы немало, тем более 7 секунд в городе. Естественно, у себя можно сделать выхлоп другой, и на эту машину он будет смотреться, и самое главное сделать его правильно, да, до 4 тысяч. Оборотов он такой спокойный, газку в пол дал, чтобы он приятно басил. В любом случае, секунд своих добавит, то есть до работы автомобиль можно, уверен, что уже есть прошивки там где-нибудь у американцев, что можно с него побольше чего-то снять. Надо это? Не знаю, каждый решит сам, но факт в том, что здесь нарекания может вызывать сейчас только турбина. Турбина здесь такая, то что газ в пол нажимаешь, турбо-яма присутствует, то есть секунд две задержки есть. Конечно же, производители, там и многие представители, производители говорят о том, что это все сделано специально, чтобы коробка меньше изнашивалась, то есть какие-то свои доводы приводят. Но факт в том, что нажимаешь, задержка есть. Вот, то есть здесь рассказать больше нечего. Самое главное изменение в подкапотном пространстве, это новый двигатель, новая коробка. В нашем случае ближние и дальние идут уже диоды, хотя в базовой версии ближние будут идти диоды, а дальние будут идти, если не ошибаюсь, ксенон. Значит, колеса у нас 17-е идут, передняя подвеска независимая на двойных поперечных рычагах, задняя независимая многорычажная. Вот я взял себе шпаргалочку, вот смотрите, просто зачитаю из официального пресс-релиза, скажем так, что пишут люди. Производитель утверждает, что вернувшись на рынок RF-модели Lexus, есть изменения в конструкции и настройке подвески. Появились новые компоненты из легкого сплава с высокой прочностью и жесткостью. Обновлены пружины, амортизаторы и стабилизаторы поперечной устойчивости. Это, к слову, о том, что доработали по подвеске. Вот к чему я это зачитываю, друзья, да? Казалось бы, там что-то доработали, сделали подвеску, то ли покомфортнее, пожестче, помягче, знаешь, что такое сделали лучше, скажем так. Как это можно проверить? Вот человек купил машину, то есть, ну мы едем на машине, ну дорога ровная, да, ну идеально вроде бы все. То есть, чтобы понять реально, что доработали, то по-хорошему нужно покататься на предыдущем Lexus, тут же пересесть на новый и поездить. Ну все вы прекрасно знаете, что когда садишься на новый автомобиль, даже на Kia Rio сядешь, вот новенькая она такая сбитая, собранная, а через 100 тысяч, даже если ты следишь за автомобилем, за подвеской, все равно она становится такая немного расхлябанная. В общем, если кататься на этой машине по городу, по Москве, вопросов вообще ноль. Если ты катаешься там или живешь в городе Астрахань, например, недавно смотрел канал там один на YouTube и знаю, что дороги там просто убиты, там тебе эта машина будет не нужна, потому что бампер с дорожным просветом в 135 миллиметров здесь можно считать расходным материалом. Когда мы искали такой автомобиль на вторичке, приезжаешь, вот любой бампер вот так вот рукой проводишь, да, все расцарапанное. И то же самое с задним бампером, тоже низкий, то есть когда паркуешься, трубы выхлопные, постоянно люди задевают. То есть с этой машиной бордюров нужно опасаться. Зимой заснеженный двор, то есть, ну, представляешь, когда снег выпал, колея образовывается, этот снег, как глыба становится. На нем будет 100% дискомфортно, кто бы что ни говорил. Бак у нашего автомобиля 66 литров. Вообще, с учетом того, что здесь стоит теперь турбина, расход топлива средний не должен превышать 10 литров. Раньше это было гораздо больше. Ну, как гораздо больше, примерно 12 литров. Опять же, если гоняться, будет поболее расход. Вот обратите внимание назад, да, задние фонари немного видоизменены. Ну, в любом случае, если смотришь на автомобиль, вот так вот я посмотрел бы, я бы даже сразу не сказал, что это новый Lexus. Вот так вот шильдик закрыть, ну, что-то там симпатично. Ну, в любом случае, узнаваемая тачка. Раздвоенный выхлоп, сделан очень симпатично, значит, так аккуратненько спрятано, то есть, все сделано гармонично. Открываем багажник, он у нас на 460 литров. Вот что меня больше всего убивает? Вы вдумайтесь, 2 миллиона 650 тысяч рублей стоит автомобиль. И при этом нету камеры заднего вида. Но официальный директор говорит, давай 30-ку, и мы тебе ее доставим. При всем том, что внутри машины, даже с базовой версии, начинает идти здоровый 10-дюймовый дисплей с навигацией. Казалось бы, блин, ну за пятнашку вон люди на стороне уже ставят. Что вы сразу-то не ставите? Багажник у нас 480 литров, при этом сиденья у нас складываются. Есть запасочка. В общем, здесь что-то вам рассказывать нет никакого смысла. Все сами представляете. Вот у нас багажник есть, закинуты всякие вещи. Возить на нем картошку, рассаду вряд ли кто-то будет. Владелец отправлялся к себе на дачку. Дорога там разбита. Ехал 5 километров в час. Ну, понятное дело, машина низкая, жалко. Не дай бог где-нибудь бампером цепанешь. Будет неприятно. Лично мое мнение. 150 миллиметров дорожного просвета и сделать полный привод. Немножко доработать надо бамперами передним и задним, чтобы они чуть-чуть задроты были. И будет офигенная картина. Я переднее сиденье изначально уже настроил под себя. Мой рост 1,86 м. Открываем заднее сиденье. Присаживаемся. Я вам так скажу, что изначально машина новая. Все пахнет еще прям свеженькой кожей. Ничего не хочется задевать, хочется присесть аккуратно, но места реально очень мало. Ну, посмотрите сами, да? Вот я сажусь, вот если я головой задеваю, то я задеваю не в стойку, а в ручку. Вот здесь ручка идет, соответственно, в нее упираешься не очень комфортно. Присесть сзади, если развалиться, слегка отправиться куда-то передвигаться по городу. В принципе, можно, знаешь, такой по Москве. Девчонок посадил с собой, поехал, там в кино съездил, там, не знаю, друзей взял, там, ну, как-то по такому принципу. Если же рассматривать автомобиль на повседневную жизнь, особенно у себя дети маленькие есть, они у нас здесь все засрут. Вот на самом деле, вот это вот все будет затертое, и будет очень жалко на все это дело смотреть. Подлокотник задний имеется, каких-то изысков для задних пассажиров нету. Стеклоподъемники, обдувы, трехзонного климат-контроля здесь нету. Но в целом, вот если смотреть на то, что ты будешь постоянно за рулем, плевать вообще, что будет сзади. А присаживаясь за руль этого автомобиля, ну, конечно, совсем другая история. Друзья, отзывы разные. Одни говорят то, что интерьер говнище. Почему? Ну, староват, ничего свежего нету, ничего неинтересного, все эти кнопочки. Другие же говорят то, что этот интерьер реально бомба. Я из тех, кто говорит второе. По мне, вот это наличие кнопок, такое, знаешь, внутреннее убранство, ну, реально симпатично. Из нового, по интерьеру, что я вижу, это 10,3 дюйма дисплей здоровый. Все, вот он прям действительно симпатично смотрится, графика хорошая. Все остальное, насколько я понял, что с базовой версии теперь здесь появляется этот джойстик. Раньше здесь была просто крутилочка, а джойстик этот был доступен в более дорогих версиях. И все. Возможно, что-то здесь новое появилось, какие-то кнопки изменились. Но вот такого, знаешь, чтобы ты сел и сказал, блин, вот этого раньше не было. Невозможно. Все в целом гармонично собрано, руль небольшой, удобный. Приборная панель у нас простая, в версии F-Sport она будет идти видоизмененная, там электронная. Но вот так вот ты садишься в автомобиль, настраиваешь сидение под себя. Несмотря на то, что он вроде бы небольшой, сидеть здесь довольно-таки комфортно. И управляется он очень круто. Именно об этом мы сейчас с вами подробно и поговорим, потому что мы отправляемся на тест-драйв. Вот сегодня погода просто восхитительная. Знаешь, сухо, солнышко, такая теплая-теплая осень. На улице примерно градусов, наверное, под 20, ну 18-20. И на таком автомобиле прокатиться по какому-нибудь серпантинчику, ну милое дело. Мы сейчас передвигаемся с вами вдоль Царицынского парка. Дорога ровная, есть легкие выбоины. Но это нам только в плюс, чтобы почувствовать автомобиль. Мы уже катались на этом автомобиле в пятницу. Сегодня воскресенье, так вот ездим. И я вам скажу одно, что вот после старушки Камри тачка просто настолько послушная, что я даже не знаю, что еще может быть лучше этого автомобиля. Вот чуть левее даешь, она сразу уходит правее. Руль очень острый и очень отзывчивый. При всем при этом на маленькой скорости он очень такой легкий, знаешь. Вот реально пальчиком можно управлять автомобилем. То есть он таким, знаешь, кажется игрушечным, но в тот же самый момент очень послушный. За счет того, что машина низкая, ты передвигаешься, прям вот реально очень хорошо стоит на дороге. Здесь можно машину хвалить до бесконечности. Предыдущий Lexus был тоже хорошо управляемый. Но этот, вот если верить производителям, что все доработали, тачка реально острая. Выйти на трассу, на ровную, да, я думаю километров 200-230, у него максимально заявленная скорость 230, разгонишься и будешь себя чувствовать очень комфортно, при условии того, что у тебя подвеска не убитая. Обзорность по автомобилю. Зеркала, на мой взгляд, они даже большие. То есть маленькими их назвать нельзя. Внутреннее зеркало, салонное, затемнено. То есть обзорность тоже хорошая. Габариты тачки чувствуешь мгновенно. Вот я в нее первый раз сел, проехался там, может быть, пару километров, и чувствую то, что ну вот она прям вся, вот он бампер передний, задний. То есть все вот размеры автомобиля сразу чувствуешь. Касаемо интерьера автомобиля, мы проговорили, что здесь есть. По сути, все самые необходимые функции. Навигация есть, есть у нас подогрев щеток лобовых, то есть полностью лобового нету подогрева. Подогрев сидений, в общем, все то, что нужно нам для комфортного передвижения. Сказать такого, что здесь вот обратить внимание, вот есть такая фишка, которой нет нигде. Невозможно. Может быть интересно сделан климат-контроль. Стояночный тормоз у нас и вовсе ножной. Касаемо шумоизоляции, можно говорить бесконечно, одни прям хвалят, говорят, ну это же Lexus, здесь такая шумка. Уверен на все 100%, если начать разбирать двери, никакой здесь толком шумки нету. Небольшие колесики 17-е доиграют свою роль в плане тихости в автомобиле. Все в пределах разумного. То есть до 100-120 едешь тишина, разгоняешься больше, уже будет гул стоять. Смотрит ли на автомобиль? Машина новая. С другой стороны, да, вы сами убедились в том, что внешне, ну вроде бы и не совсем-то уж она и новая. Но взгляды приковывают. Толкаемся в пробках, люди засматриваются, смотрят, дисочки рассматривают, фонари, фары рассматривают. То есть интерес она вызывает. Ну понятное дело, такая, знаешь, молодежная тачка, на которой по городу кататься, вообще кайф. И сами, да, вдумайтесь просто. Вот парню 24 года кататься на такой машине, ну блин, ну реально удовольствие. Многие из нас такие машины смотрят на вторички. Вот на вторичке сегодня найти живой Lexus AS250 ценник будет примерно миллион шестьсот, миллион семьсот. Это вот действительно будет там неплохой вариант. Мы едем с ракет, маленечко газку даем. Вот есть задержка секундная, но потом машинка начинает разгоняться. Гонять мы, конечно, не будем, потому что город и самое что обидное, знаешь, повсюду камеры висят. Ну как обидно? Это, конечно же, правильно, безопасность дорожного движения на первом месте. Но на сегодняшний день разогнаться негде. То есть сейчас газку дадим, там на светофоре будет другая камера висеть. Все те, кто присматриваются к автомобилю, обязательно возьмите его на длительный тест-драйв, покатайтесь. Уверяю вас, удовольствие получите. И вот кто-то скажет, ну ты прям этот Lexus облизываешь, так он классный, видно, потому что японцы симпатизируют. Друзья, ничего мне не симпатизируют. Вот я просто люблю машины. Я вам также могу сказать, что смотрите, за те бабки, что за него просят, за этот Lexus, 2.650, 2.650, где камера заднего вида? Нету камеры заднего вида. Комплектация тоже не самая, не самая богатая, да? Думаешь, ну вентиляция-то какая-то должна быть, а вообще круговой обзор должен быть. Ни хрена этого ничего нету. Понятное дело, что японец непосредственно оттуда привезен. Это тоже все складывается на цену. Управляемость хорошая. Думаешь, топовые версии стоят и вовсе выше 3 миллионов рублей. Там тоже нет переднего привода. Вот вы посмотрите, ну как не переднего, а полного привода. Вот посмотрите, например, BMW стоит, допустим, 2 миллиона, с полным приводом она будет стоить 2 миллиона 100 тысяч. То есть разница всего лишь 100 тысяч за полный привод. Но у нас этого нету. Стояночный тормоз ножной. То есть о чем это говорит? О том, что они сделали новый Lexus AS. Мы при этом оставили, знаешь, такие вот фишки старые, которые даже на Toyota уже поменяли. Toyota и Lexus, сами знаете, два брата Акробата, там один папа у них. Вот так вот смотришь на автомобиль, вроде бы классно, но это не новый Lexus. Здесь вот только дисплей новый. То есть интерьер ему там лет уже 5. Посмотреть на него, ну блин. Просто плюс в том, что у Lexus, да, у всех всегда были красивые интерьеры. Вы вспомните только, например, интерьер Lexus LX 570. Тачка стоит там почти 6 миллионов рублей. Ты в нее садишься и думаешь, вообще космическая машина. Ну реально очень богато выглядит салон. Интерьер, все круто сделано. То же самое здесь садишься, да, ну вроде бы интересно. Ну понятное дело, не будем возвращаться к началу, что кому-то он не нравится. Владельцу нравится, мне нравится. Там вот многие люди, кто писали комментарии, все говорят, крутая машина. Погоняться на ней можно, да. Сейчас она, конечно, на обкатке, но все равно газку даешь. Чувствуется то, что эта машинка будет хорошенько наваливать. Степень сжатия здесь десяточка стала. То есть сотовый бензин сюда запросто можно заливать, и машина будет выдавать очень хорошие, результаты приятные. То есть есть свои плюсы, есть свои минусы. Самый главный минус для нас с вами, это то, что ценник у нее стал очень здоровый. 2.300 базовая версия, среди 2.650. Как говорится, за такой ценник можно смело сказать, что машина говной, покупать мы ее, конечно, не будем. Но верно, друзья. И тем более машин мало. Завозят по 100 штук, потому что знают, что автомобиль особо-то в России не востребован. Лично мое мнение, и мнение многих, что, собственно, проблема этого автомобиля, что все-таки 135 мм и задний привод. Что вы думаете по поводу этого автомобиля? Напишите обязательно в комментариях. Друзья, ну и самое время сделать некие выводы. А выводы здесь простые. Тачка, ну гляньте, еще раз, да, симпатичный именно молодежный автомобиль. Настоящий японец. Машина зарекомендовала себе, ну на самом деле, как надежно. Единственное, что здесь может вызывать недоверие, это турбинка. Как она себя проявит? Покажет только лишь время. Но в любом случае, уверен на 90%, что особых мозгов эта машина делать не будет. Есть бабки, с удовольствием бы из нас каждый пересаживался бы и на Лексус, и на новый Мерседес, и на новый БМВ. Все упирается лишь в деньги. Покупать этот автомобиль или же нет, решит каждый из вас сам. На вторичке эти машины относительно востребованы. Если в хорошем состоянии машины отлетают реально за один день, особо в цене он не теряет. Ну и по содержанию, по обслуживанию не такая уж и дорогая машина. При условии того, что ее и вовсе можно обслужить не у официального дилера, и все у вас будет хорошо. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете по поводу этого автомобиля. Что бы вы взяли в альтернативный вариант. И взяли ли вы вообще когда-нибудь себе Лексус АС300, даже если бы у вас были бы на это все деньги вот так вот на столе. Обязательно подписывайтесь на наш канал, подписывайтесь на инстаграм канал. У нас на нем будут выходить только свежие ролики, и все самое свежее вы узнаете оттуда первыми. Друзья, у меня на этом пока что все. В ближайшее время мы запускаем проект с газом. Уже оформляю документы, и в ближайшие дни еду на установку. Большое спасибо за просмотр, до новых встреч, всем пока-пока. Продолжение следует...